Синоптик и метеоролог. Это два совершенно разных человека. Метеоролог ведет наблюдения и снимает показания с датчиков. А уже на основе этих сведений синоптики составляют прогноз погоды. Кстати, наблюдения за погодой в Тюмени начались в 1845 году. Тогда первая метеоплощадка располагалась в районе современного индустриального университета. Сейчас метеостанция находится в поселке Московском. Она была открыта 1 октября 1950 года. Приглашаю вас туда на небольшую экскурсию. По знакомому маршруту Наталья Иванова ходит уже 15 лет. С тех самых пор, как приехала в Тюмень по распределению из далекой Украины. Тогда сибирские сугробы произвели на девушку неизгладимое впечатление. Да так и осталось насовсем. Профессия нравится, честно говоря. Скучать здесь точно некогда. Рабочий день у метеорологов начинается в полночь. Выходить на площадку и снимать показания с приборов нужно через каждые 3 часа в любую погоду днём и ночью. В 8 раз точно. Если погода хорошая у нас, если, конечно, осадки, дополнительные измерения идут у нас тогда. Если налипание, сейчас как погода такая идёт, налипание мокрого снега, возможно, гололёд. То есть дополнительно метеоролог каждые полчаса выбегает, смотрит, есть ли явления какие-то у нас. Во время обхода метеоролог должен собрать сведения о температуре, влажности, давлении, облачности, скорости ветра и количестве осадков. Большинство метеоприборов на площадке незамысловаты, зато служат верой и правдой. Например, флюгер, который очень выручает, когда на станции нет света. Или осадкомер Третьякова. Прибор, похожий на цветок с узким металлическим ведром внутри. В него собираются выпавшие за каждые 3 часа снег или дождь. Кстати, именно из-за осадков шариковая ручка у метеорологов не в почёте. Дежурный карандаш всегда. Дежурный карандаш, блокнот, чтобы можно было записать те же показания, с термометров снять можно было. То есть, если гололёдное измерение сделать, то штангенциркуль. Да, самый настоящий штангенциркуль. А в этой будке находится гигрометр, который измеряет влажность воздуха. Главная его деталь – человеческие волосы. Правда, годятся не все, только светлые. Оказывается, волосы блондинок более чувствительны к изменениям влажности. Самый красивый прибор на площадке – гелиограф. Он измеряет продолжительность солнечного сияния. Лучи, падая на шар, преломляются и прожигают на специальной ленте линию. По ней смотрят, сколько часов в день светило солнце. На своём посту часовые погоды видели всякое – и дождь, и ветер, и звёзд ночной полёт. Так что романтики в их жизни хоть отбавляй, а вот престижной эту профессию не назовёшь. Верхвата очень маленькая, поэтому у нас молодёжь сюда не стремится, потому что тяжело будет очень жить. У нас и работают пожилые уже метеорологи, но им тяжело, конечно, но держатся из последних сил, конечно, помогают нам. Благодарим мы, можно сказать, все и работаем здесь. Штат у тюменских метеорологов небольшой. Всего 6 человек, причём с 2003 года целых 15 лет здесь трудились исключительно женщины. Хотя во всём мире метеонаблюдения считаются занятием для сильной половины человечества. Ведь нести нелёгкую погодную вахту способен далеко не каждый. Но вопреки всем трудностям, 8 раз в сутки метеорологи выходят на площадку. Потому что без их повседневной работы точных прогнозов погоды не получится.